всем большой привет меня зовут людмила сегодня у нас очень интересный узор собралась вязать купальник но не именно такой он просто вдохновил этот узор называется крокодил по-другому еще чешуйки будем вязать один из вариантов потому что их много как будет смотреться и стрейчевые пряжи посмотрим что получится о моих впечатлениях схемы техники вязания и не только все расскажу в конце видео пряжа у меня стрейчевая это alize diva stretch здесь в 100 граммах 400 метров 8 процентов эластана и 92 процента микрофиброакрил крючком буду вязать 3 миллиметра я вам покажу сейчас самый простой способ аэропорт 5 петель плюс 1 дополнительная высоту 2 ряда посмотрите какая она эластичная это идеальная пряжа для купальников я вам позже еще об этом расскажу набираем цепочку из воздушных петель нужное вам количество и не забывайте если вы набираете цепочку обычным способом то это нужно делать слабо для того чтобы край не стягивала новичкам можно воспользоваться маркером и закрепить его в последнюю петлю это нужно для того чтобы упростить себе работу и не отсчитывать петли сейчас провязываем 3 петли подъема сейчас провязываем одну воздушную петлю и далее отступаем одну петлю от маркера и в следующую провязываем столбик с одним накидом далее в следующую петлю провязываем еще один столбик с одним накидом 1 воздушная петля отступаем нижнюю петлю и провязываем столбик с одним накидом раппорт повторяем 1 воздушная петля пропускаем петлю провязываем подряд два столбика с одним накидом далее провязываем одну воздушную петлю и таким образом вяжем до конца ряда во втором ряду провязываем петлю подъема разворачиваемся и вот там где у нас два столбика подряд мы за первый столбик подхватывая снизу провязываем 5 столбиков с одним накидом далее провязываем одну воздушную петлю и вот теперь смотрите вот этот первый столбик который мы провязывали и вот рядом второй мы также его немножко выворачиваем и провязываем в него еще пять столбиков с одним накидом далее провязываем одну воздушную петлю и давайте посмотрим что получается вот такая чешуйка и далее будем повторять опять ищем два столбика и повторяем все то же самое в первый столбик провязываем 5 столбиков с одним накидом далее 1 воздушная петля и во второй столбик провязываем вторую половину чешуйки 5 столбиков с одним накидом и заканчиваем 1 воздушной петлей и так провязываем до конца ряда вот так у меня получилось и собственно далее повторяем первый второй ряд с изнанки нас вот такая сетка получается давайте сейчас я вам еще покажу как начинать первый ряд провязываем 3 петли подъема разворачиваемся провязываем воздушную петлю и далее вяжем сетку вяжем подряд два столбика прямо посередине чешуйки предыдущего ряда далее провязываем воздушную петлю столбик в столбик можно делать так как я выпуклым столбиком и повторяем прямо точно посередине не получится но так примерно где-нибудь рядышком провязываете ну и далее развернетесь и уже будете вывязывать чешуйки давайте сейчас я немножечко провяжу и покажу что у меня получается вот так это выглядит я вам показала самый простой узор при вязании по прямой здесь у меня в ширину 4 и высоту 3 раппорта спереди располагаются крокодили чешуйки а сзади работы сетка из столбиков с накидом и воздушных петель в принципе этого узора достаточно чтобы связать себе какое-нибудь изделие но как я уже говорила крокодиловый узор можно выполнять в разных вариантах со смещением узора в шахматном порядке и без то есть как у меня в моем случае можно делать убавки и прибавки путем уменьшения или увеличения количества пар столбиков сетки узора собственно схемы тоже отличаются сейчас я вам покажу несколько из них которые я дошла в интернете вы можете для себя выбрать понравившийся вам узор и использовать для своего изделия пряжа очень хорошая для купальников но как-то в этом узоре съежилась попробую что-нибудь поменять либо столбики свяжу с двумя накидами они с одним либо больше добавлю в чешуйки количество столбиков в общем буду экспериментировать еще дополнить по пряжи она уже проверено и не просто для купальников а для купания идеально подходит и стирку прошла она отлично вот такой купальник я вязала своей дочери кто не знает я ссылочку оставлю под видео я вам показывала мастер-класс на него крокодиловый узор использую для вязания головных уборов сумок платьев юбок митинок шарфов шали и в качестве отделки да кстати у меня в архиве сохранилась вот такая фотография я вязала детское платье на заказ и как раз там присутствует элемент декора в частности совушка которую я вязала крокодиловым узором а может для кого-то будет вдохновением буду рада вашей положительной энергетики в виде лайков и добрых комментариев благодарю всех кто подписан вяжет вместе со мной и принимает участие я вам желаю хорошего настроения уютных вязаных вечеров за чашечкой чая или кофе всего доброго до новых встреч